Наступит ли в Бангладеш такой же кризис, как в Шри-Ланке? Статья с таким заголовком вышла в Deutsche Welle. Быстрый рост импорта и медленное наращивание объемов экспорта может привести к торговому дефициту. Так, по итогам третьего квартала 2021-2022 финансового года в страну завезли товары на сумму в 60 миллиардов евро. Это почти наполовину больше, чем за тот же период прошлого года. А экспорт вырос только на 32,9%. Денежные переводы граждан, проживающих за границей и которые являются ключевым источником иностранной валюты, упали почти на 20%. Если тенденция роста импорта по отношению к экспорту сохранится и мы не сможем минимизировать этот разрыв денежными переводами, наши золотовалютные резервы в ближайшие несколько лет упадут до опасного уровня, говорит экономист Муйну Ислам. Страна, как и Шри-Ланка, в последние годы набрала много иностранных кредитов для финансирования так называемых «белых слонов». Это слишком дорогие, но совершенно невыгодные проекты. А проблемы возникнут, когда придет время возвращать долги, уточняет автор. Жители Бангладеша также столкнулись с подорожанием продуктов первой необходимости. Инфляция усилилась из-за кризиса продовольствия и ситуации в Украине. Государство особенно уязвимо, поскольку импортирует растительное масло, пшеницу и топливо. К слову, правительство предприняло ряд мер по сокращению расходов и сохранению валютных резервов. Власти решили приостановить зарубежные командировки официальных лиц и отложить реализацию менее значимых проектов. Химические вещества могут привести к развитию ожирения. О серии исследований опубликованы в журнале Biochemical Pharmacology рассказывает Дамиан Керрингтон. Эксперименты с клетками людей и животных выявили до 50 таких химикатов. Их также называют абисогенами. Причем они повсюду, в воде и почве, предметах личной гигиены, электроники. В их числе пестициды, антиперены, из которых производят средства огнезащиты и даже загрязненный воздух. Так проведенный в 2020 году анализ показал существенную связь между бисфенолом А, используемого для изготовления пластика, и ожирением у взрослых. В другом обзоре упоминаются полифторалкильные вещества, которые признаны вечными загрязнителями окружающей среды. Их можно обнаружить в пищевой упаковке, посуде и мебели. Двугодичное исследование показало, люди с высоким содержанием этих веществ в крови набирают больше веса после выхода из диеты. Это доказательство того, что химические вещества, предназначенные для одной цели, могут иметь побочные эффекты, влияющие на ваш метаболизм. Пришло время обратить на это внимание, и если они считают, что данные недостаточно убедительны, сказать нам, что еще можно сделать. Говорит соавтор одного из исследований Джеральд Хайнделл. Попадая в организм человека, абисогены нарушают метаболизм. В результате легко набирается вес, но возникают трудности с похудением. Вещества могут напрямую воздействовать на число и размер жировых клеток, функцию щитовидной железы. Переедание и отсутствие спорта — лишь внешние проявления биохимических нарушений, подчеркивают исследователи. Ученые встревожены тем, что некоторые химикаты могут передаваться из поколения в поколение, изменяя работу генов. Согласно статистике, число людей с избыточным весом почти за 50 лет увеличилось втрое. Из-за наличия серьезных болезней у мопсов их нельзя относить к обычным собакам с точки зрения здоровья. К такому выводу пришли ученые Королевского ветеринарного колледжа. Для этого они сравнили свыше 4000 мопсов с почти 22 тысячами собак других пород. Выяснилось, что британские мопсы болеют в два раза чаще в течение года. Причина этому — маленький череп и достаточно большой для него мозг. В результате у них появляются проблемы с кожей, спиной и дыханием. При этом риск последнего у мопсов в 54 раза выше. Кроме того, 17,4% собак этой породы страдают ожирением. Ветеринарный врач Мифан Ви Хилл отмечает, «Обычно мы представляем, как они, высунув язык, улыбаются нам. Но этому не стоит радоваться. В действительности им приходится дышать через рот, потому что они не могут эффективно делать это с помощью носа». Теперь мы знаем о некоторых серьезных проблемах с их здоровьем, связанные с формой тела, которые большинство считают милыми. Эта порода собак также подвержена более высокому риску заражения инфекцией из-за кожных складок. Вместе с тем они меньше страдают от сердечных шумов, ран и агрессии. Популярность мопсов в последние годы возросла. Так с 2005 по 2017 год количество их регистраций в клубах любителей собак увеличилось в 5 раз. Эксперты предупреждают, повышенные проблемы со здоровьем помимо мопсов имеются у французских и английских бульдогов, что нужно учитывать при поиске нового пушистого друга.